Инструменты и кейсы поиска сотрудников собственного производства я приглашаю на сцену менеджера по HR-маркетингу торговой сети «Лента» Анастасия Брилевская. Анастасия, предлагаю, здесь. По возможности попробуем уложиться минут 15, ну до 20 однозначно. И постараемся на какие-то вопросы, на один вопрос постараемся еще тоже оставить время. Пойдем. Еще раз доброе утро. Да, спасибо. Громче и поближе. Хорошо. Меня зовут Анастасия Брилевская. Я HR-маркетолог компании «Лента». И сегодня я буду рассказывать именно про маркетинг, как мы привлекаем людей на наше производство. В нашей компании три централизованных самостоятельных производства. И также в каждом гипермаркете и супермаркете также есть производственные площадки, на которых трудятся наши люди. И прежде чем я пойду непосредственно к слайдам, я хотела вот что сказать. Вакансии – это один из самых сложных продуктов для продажи. Потому что, во-первых, особенно вакансии собственного производства, аудитория достаточно узкая, внешних факторов влияющих много. Ну и на импульсную покупку рассчитывать тоже не приходится. Исходя из этого, очень важно, чтобы структура HR, служба HR была отлажена. Отлажена в каком плане? Когда им поступает отклик, они должны оперативно его отработать, связаться с кандидатом, назначить собеседование, провести это собеседование и непосредственно трудоустроить. Если на этом этапе есть какие-то недоработки, то все, что касается маркетинга, можно к этому не приступать. Это не будет иметь смысла, потому что это как дыра в трубе водопроводной, будет все утекать. Соответственно, если вы уверены, что у вас все в порядке, вы можете уже приступать непосредственно к маркетингу. Итак, поехали. Для начала мы должны определить вообще, кого мы ищем, кто те люди, которые должны у нас работать. То есть мы определяем целевую аудиторию вместе с нашим заказчиком. Для нас заказчиком будет и отдел персонала, и непосредственно тот отдел, куда мы ищем людей. Затем мы определяем портрет этой целевой аудитории. То есть кто это, это мужчины, женщины, какого они возраста, какое у них образование, какие у них интересы. И дальше мы определяем непосредственно геолокацию, в рамках которой эта рекламная кампания будет проводиться. Когда вы все это уже сделали, такая заготовочка домашняя, вы уже можете приступать, хотя это можно сделать и параллельно, к публикации вакансий на карьерных сайтах. В первую очередь это ваш собственный карьерный сайт, потому что это именно та площадка, которая, во-первых, формирует ваш HR-бренд, где вы можете рассказать максимально подробно о себе. И это та площадка, стоимость, которая приведет вам лидов, откликов существенно дешевле, чем это сделает тот же HeadHunter, Авито и другие карьерные сайты. Когда вы там опубликовали вакансии уже, вы можете… Почему это нужно сделать сначала? Потому что ссылки на эти вакансии будут для вас посадочными страницами в ваших рекламных кампаниях. Если мы говорим про digital, если мы говорим про наружную кампанию, то там они тоже вам понадобятся. И, соответственно, дальше вы подходите к вопросу определения, какая рекламная кампания вам нужна. Это может быть digital, это может быть наружная реклама, это может быть реклама в СМИ. Если мы говорим про digital, то здесь может быть много разных видов и площадок размещения рекламной кампании. То, что вы видите на слайде, это не все. Это именно то, что я использую в своей работе ежедневно. Ну, например, у нас была одна из задач – найти 14 пекарей для нашего одного супермаркета. И для решения этой задачи я использовала медийную рекламу в соцсетях. Это была охватная рекламная кампания. Она выполняла задачу следующего рода. Она позволяла нам охватить максимальное количество людей и познакомить их с тем, что у нас открыты вакансии, и мы осуществляем подбор персонала. И контекстная реклама в Яндексе. Вот эта часть рекламной кампании позволяла уже довести людей, заинтересовавшихся нами, узнавших о нас, до целевого действия, до отклика. И, соответственно, вы в своей работе также можете комбинировать разные инструменты, которые будут решать разные ваши задачи в зависимости от того, что вам нужно сделать. Когда вы определились с этим, вам нужно понять бюджет. Вообще бюджет, на самом деле, это вот одна из таких главных моментов, которые будут определять вашу рекламную деятельность. Как определить бюджет? Здесь есть масса, ну, такие топ нюансов, которые нужно учесть. Вам нужно понимать вашу количественную потребность. То есть найти 20 человек – это одна задача, найти 5 человек – это другая задача. Соответственно, бюджет для решения этих задач будет разный. Каждый из вас знает, сколько ему требуется откликов для того, чтобы закрыть одну штатную единицу. Ну, например, у вас есть в штатном расписании позиция обработчика рыбы. Чтобы ее закрыть, вам нужно получить как минимум 20 откликов. Соответственно, вы начинаете считать конверсию. Чтобы вам получить 20 откликов, сколько у вас должно быть просмотров. Исходя из количества просмотров, вы считаете количество охвата. Когда вы знаете количество охвата, вы уже знаете, то геолокация по емкости рынка дает вам такое количество людей или не дает такое количество людей. Соответственно, вы должны понимать, что, чтобы охватить эту аудиторию, вам нужно сделать какое количество контактов этой аудитории с вашей рекламой, чтобы они сделали целевое действие. Исходя из всей этой конверсии, у вас получается бюджет рассчитывается. Я не знаю, в зале в основном HR или маркетологи. Если у вас уже был ранее опыт работы с рекламными кабинетами, как в социальных сетях, так и в Яндексе, то вы знаете, когда вы вносите туда информацию относительно сроков, периодов, гео, то у вас автоматически это рассчитывается. Но ни один рекламный кабинет не скажет вам, что для вас будет оптимальным. Вы это должны посчитать сами и посчитать, исходя именно из вашей потребности. Соответственно, когда вы все это определили, у вас уже есть бюджет. Вы его приложили на тот период времени, который у вас будет проходить рекламная кампания. И дальше вы эту рекламную кампанию запускаете. Запускаете и помните о том, что первые 2-3 дня ваша рекламная кампания учится. Она адаптируется к той аудитории, к тому гео. Она находит вашу целевую аудиторию из того населения, которое, собственно говоря, попадает в вашу гео. Поэтому не нужно паниковать, если первые 2 дня ничего не происходит. Ничего не происходит, я имею в виду, если нет увеличения откликов, если нет повышения посещаемости, либо еще чего-то. Соответственно, когда рекламная кампания обучилась, вы уже здесь начинаете получать обратную связь от людей. То есть появляются звонки, появляются отклики. Может быть, даже кто-то придет по рекомендации каких-то друзей, которые уже у вас работают, и они просто увидели рекламу, вспомнили, что их друг тоже там работает, и хотят к вам присоединиться, к вашей команде. Но звучит это, может быть, сначала все очень классно и круто, и кажется, что что бы мы ни сделали, это залетело. Ну, в плане визуалов, текстов и всего остального. К сожалению, это не так. То есть всегда, ну, как всегда, по возможности необходимо проводить АБТ-тестирование. И в рамках диджитал-рекламы это очень хорошо работает. Что это такое? Это когда вы берете аудиторию, и этой аудитории показываете, возможно, два разных баннера, два разных текста, меняете посадочную и смотрите, какой баннер, какой текст, какая посадочная лучше срабатывает. Что здесь важно соблюсти? Важно соблюсти то, что при замене какого-то либо исходного вы меняете только одно. То есть вы запустили один баннер с одним текстом с одной посадочной, в следующий раз вы не можете уже поменять сразу и посадочную, и баннер, и текст, иначе вы не поймете, что у вас сработало. То есть это должно быть что-то одно. Когда вы это все провели, соответственно, дальше вы начинаете отслеживать эффективность. И вы можете понять, что, допустим, вы провели АБТ-тест, и прошло 2-3 дня, но что-то не то происходит, не работает. Соответственно, вы начинаете оптимизировать эту рекламную кампанию, исходя из тех данных, которые вы получили. Это что касается диджитал рекламы. Теперь идем дальше. Оффлайн рекламы. Оффлайн рекламу я делю как на наружную рекламу, и на рекламу в СМИ. Чем она хороша? Данные рекламы, типы рекламы, хорошо работают в небольших регионах, в небольших городах. Почему хорошо работают? Потому что они там намного дешевле, чем в крупных городах. Здесь как раз-таки совпадает цена-качество. То есть то качество от этой, ту эффективность, которую вы получаете от этой рекламы, она оправдана. То есть это и охват, и узнаваемость, и некая имиджевая составляющая, которая показывает вашу состоятельность как работодателя. То есть люди, видя вашу рекламу, будут о том, ну если у него есть деньги на рекламу, то по-любому есть деньги на зарплату. Соответственно, как вообще понять, какую рекламу-то выбрать? Билборды, реклама в ТЦ или реклама в транспорте? Здесь опять-таки нужно исходить из той задачи, которую вы решаете. Ну и не забывать про аналитику. Вообще про аналитику забывать нельзя. Да, это основа основ, которая поможет вам принять наименее, наиболее эффективное решение в ваших задачах. Например, билборды. Рекламные агентства, которые продают билборды, по идее, не все, но по идее, должны предоставлять индекс эффективности этого билборда. Что это такое? Это показатели как раз-таки эффективности этого рекламного места. Он учитывает в себя ряд вещей, таких, например, как проходимость, то есть трафик людей, которые увидят этот билборд. Есть ли там какие-то деревья, которые могут его закрыть, да? Как он себя ведет зимой, насколько там он будет грязный, не грязный. Есть ли рядом еще какие-то другие билборды, которые могут на себя утянуть это внимание. И так далее, тому подобное. То есть это все учитывается и определяется индекс этого билборда, который вы в дальнейшем для себя определяете. Подходит он вам? Готовы вы за него заплатить или нет? Если говорить опять-таки про плюсы наружной рекламы, один большой плюс это то, что охват этой рекламы очень большой. Но у этой рекламы есть такой же большой минус. Вы никогда не замерите ее эффективность. Вы никогда не будете стопроцентно знать, откуда к вам человек пришел. По этой рекламе или по какой-то другой. Но это что касается билбордов. Вы, конечно, можете при контакте с соискателем спрашивать, откуда он у вас узнал. Но чаще всего люди не помнят эти источники информации, потому что информационный шум зашкаливающий. И они не запоминают это. Они суть уловили, а где это не увидели, они уже не вспомнят. Особенно если это было не в моменте. Но есть инструменты, которые все-таки могут померить, позволить замерить эффективность наружной рекламы. Это как раз-таки наши QR-коды, в которые можно зашить ссылки на вакансии с использованием UTM-меток. Когда вы это сделаете, то вы в дальнейшем сможете посмотреть, во-первых, аналитику переходов по QR-кодам. Вы будете знать, сколько людей перешло. И если вы делаете переход на свой сайт, то в метриках своего сайта вы по этой UTM-метке сможете посмотреть вообще весь ход людей, которые перешли по этой ссылке. Куда они заходили, что они смотрели, откликнулись они или не откликнулись они, откуда они были, из какого они города и так далее, тому подобное. Но опять-таки это не стопроцентно эффективный инструмент, потому что здесь может срабатывать такой, как сказать, человеческий фактор. Например, допустим, женщина увидела рекламу какой-нибудь вакансии фаршесоставителя. Она сама фаршесоставителем не пойдет работать, но у нее есть муж, которому эта работа может подойти. И она ему советует, вот смотри, я нашла, откликнись. Он откликается, вы у него спрашиваете, откуда вы о нас узнали? Он говорит, а мне жена сказала. И все, вы как бы основной источник так и не узнаете, откуда жена узнала. Вы же не можете докапываться до постоянного доискателя, откуда жена узнала? А уже не кто сказал. А где, на какой станции метро она это увидела и так далее, тому подобное. Соответственно, вы можете включать эти QR-коды, чтобы хоть какую-то конверсию уловить относительно тех откликов, которые вы будете получать с этой рекламы. Что касается СМИ. СМИ в региональных и местных источниках тоже достаточно хорошо работает. Хороший инструмент, например, местные работные газеты. Люди действительно их покупают, потому что для них это более понятный источник получения информации, и они ему доверяют. После того, как вы определились со всеми рекламными инструментами и решили, что все, вы размещаетесь, вам необходимо подумать именно о том, что вы будете людям говорить, и как это будет выглядеть. Здесь я представляю именно наши рекламные носители, которые мы используем. Вот с левой стороны это билборд, который находился в торговом центре. И для нас это была больше имиджевая история. У нас есть производство, как в Подмосковье, которое находится в поселке Валищево. Это очень маленький городочек. И ближайшие крупные города подмосковные мы пытались охватить. На самом деле для нас, в принципе, вот этот, как сказать, район Москвы, юг очень сложный, потому что там сконцентрировано достаточно много предприятий, конкурирующих с нами за как раз-таки вот эти специализации сотрудников. И поэтому мы использовали все возможные инструменты для того, чтобы заявить о нас, сказать о том, что, ребята, мы не только гипермаркет, мы и производство, у нас тоже можно работать, и мы предлагаем хорошие условия, да, и у нас хороший уровень дохода, который вы можете получить. Соответственно, мы делали все, что от нас зависело. То есть это были и билборды, прошу прощения, баннеры в торговых центрах. Мы использовали рекламу на транспорте, вы видите здесь, это реклама на ЖД-станции в Серпухове, на которой вынесены самые главные вещи, то есть это уровень дохода и территориальность. Все остальное на самом деле людей не так сильно волнует, то есть они все остальное узнают по телефону, если это нужно. Это как раз-таки о том, что не пытайтесь вынести в объявление сразу все, и график работы, и какие-то преимущества, и вот какие-то дополнительные слоганы, потому что это все превращает объявление в газету, она становится нечитабельной. Человек, учитывая текущие тенденции, его концентрация внимания на чем-то составляет 6 секунд. Если вы за это время не завлекли его внимание, вы его потеряли, он ушел куда-то дальше. Соответственно, еще хочу ваше обратить внимание на то, что на всех этих рекламных объявлениях вы видите фотографии людей, которые реально работают в нашей компании. Вот, например, девушка, это Ирина Федорова, она роб в ТК номер 2 в Санкт-Петербурге. То есть это все реальные люди, это не модели. Для нас это была принципиальная задача показать именно действительно наших сотрудников, потому что мы ищем точно таких же простых, обычных людей, которые будут с нами работать. И модельные глянцевые лица только отталкивают людей, потому что они не верят в то, что вот эта девушка с шикарной шевелюрой, с нереальным макияжем может работать кассиром, либо, я не знаю, там, пекарем, либо поваром. То есть это только отталкивает и вызывает смех. Поэтому мы провели фотосессию для наших сотрудников, и я лично очень ей довольна, потому что люди получились искренние, добрые, с приветливыми улыбками, и ты когда на них смотришь, ты им веришь. И это как-то, знаете, ассоциативный ряд. Ты видишь улыбающегося человека, в следующем, когда ты видишь ленту, ты уже думаешь об этом, и, соответственно, ты больше испытываешь к нему доверие. И здесь мы видим, да, также вот в нижней слайде, это медийная реклама, баннеры для медийной рекламы, и в верхнем углу это баннер для контекстной рекламы. На ней мы не размещаем текст, но сейчас должна сказать, что Яндекс позволяет совмещать контекст и баннерную рекламу. Если коротко о маркетинге по поиску персонала, то это вот так. Я, пожалуй, на этом заканчиваю. Спасибо вам за внимание. Субтитры сделал DimaTorzok